Казахстан Политическую доктрину, которую партия представила на суд общественности, поддержали почти все присутствующие. Доводов запрозвучало достаточно много. Я тоже представляю малый и средний бизнес. Мне бы очень хотелось сказать вот что. Дело в том, что все реформы, которые происходят в нашей стране под руководством нашего Ельбасы, это нужно просто понять, что это делается для нас прежде всего. Это не громкие фразы, им нужно себя прочувствовать. Причем потому что столько внимания, сколько выделяется малому бизнесу, среднему бизнесу, ни в одной стране такого нет. Но нашлись и те, кого волнует вопрос, как программа будет действовать на практике. Предприниматели хотят, чтобы она оказывала весомую поддержку бизнесу. Проблем, конечно, много. Я думаю, до этого все, надеюсь, что мы не дойдем до этого, что все-таки нас поддержат на местном уровне. И более. Мы сейчас работаем по регионам. Вот по регионам самый интересный вопрос. Мы работаем с АТРА. По АТРА мы вообще своим транспортом доставляем наши продукты. Потому что дорога хорошая, здесь уже проблем нет. Потому что по железной дороге мы находимся в невыгодном положении. Если по железной дороге другим регионам работаем, АКТА, Кослорда, Ченкет, даже отправляете от продукции, да, средств погодов не дают. Нет погодов, а у нас контракт. Хотя у нас договор сжит, КТЖ тоже есть. В доктрине все прекрасно написано. Поддержка местного бизнеса, производительность там и все-все-все-все, как положено, как написано. Социальная ориентированность и так далее, и так далее. Наша задача, то, что ждет у нас глава государства, это как раз, чтобы мы поднимали и решали вот эти проблемные вопросы. Вот я не знаю, у нас есть примеры достаточно очень эффективной координации с центральным аппаратом партии Нуратан. Когда у нас есть консенсусное понимание в отношении тех или иных проблем, мы поднимаем вопросы, как это Микен. Нуратан, депутаты фракции, поднимают эти проблемы в парламенте, и мы совместно готовим законопроект и что-то делаем. Поэтому я считаю, почему бы этот принцип не применять здесь и в регионах. Доктрина призвана консилидировать казахстанское общество и закрепить сформированные за годы независимости ценности, а также определить роль партии в реализации стратегии 2050. Этот стратегический документ будет принят в преддверии 15-летия партии. Мы уверены, что Казахстан находится в 50-х наиболее разных стран. И та задача, которую поставил президент, она безусловно милиционная, но все, я думаю, уверены в том, что она исполнима, поскольку успехи страны достаточно очевидны. По итогам собраний первый заместитель председателя Союза Атамикен с особой гордостью сообщил, что Казахстан числится в десятке наиболее развитых стран, а в рейтинге конкурента способности занимает 49-е место. Лунар Бекпусинова, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.